Доброе утро! Очень быстро начинается третья часть нашего восстановления ХВЗ. Спасибо всем за то, что вы сподвигли меня именно восстанавливать, а не делать какой-то колхоз. Честно говоря, изначально так и хотел, но решил спросить, убедиться в правильности решения, потому что все-таки я не против улучшения, модернизации, но слишком полный комплект мне попался. Поэтому прямо сейчас мы едем ровнять раму, и потом я забираю фреймсет и крылья и везу их на покраску. Ну а пока что посмотрите, что мне приехало. Проект с ХВЗ движется очень быстро, я боялся, чтобы он не был долгостроен, меня это радует. Только вчера мы разобрали велосипед, и вот сегодня у меня уже из магазина Brooks England пришла посылочка. И это не то, что мне заслали, это то, что я просто пришел и купил. Это для тех, кто будет писать реклама-реклама. Нет, это не реклама, я хотел Brooks, я про это сразу сказал. И мне кажется, это единственный логичный вариант для классического велосипеда. А пришло мне кое-что замечательное, это обмотка на руль, а это седло, которое я вживую еще, честно говоря, ни разу не видел, только в магазине, потому что прислала новая почта. И это седушечка V17, очень-очень информация про гарантию, про обслуживание бумажечка, какая-то газетенка, это приятно. Комплектуха, конечно, зачетная. И обмоточка под цвет седухи будет очень-очень круто смотреться. Короче, сделаем из ХВЗ просто офигительный аппарат. Да, я купил себе седло Brooks и обмотку. Я знаю, что некоторые писали, надо восстановить старое седло. Я просто этого делать не очень хотел, и я на этом велосипеде иногда хочу кататься, поэтому решил все-таки обзавестись кожаным Brooks'ом. Чуть-чуть будет в стиле. Однако, я старое не выкидываю, если вдруг захочется, то такое видео мы тоже сможем снять. Ну, а также мне один из подписчиков прислал еще маленький, но очень приятный сюрприз. Небольшая вставочка, ко мне новой почтой пришла вот такая посылка от подписчика. И там я уже знаю, что, скорее всего. Сейчас я открою и покажу вам. Вот, друзья, это ключики для ХВЗ. Те, которых мне не хватало так сильно. Здесь совершенно всякие есть. Семеечка, семеечка, еще семеечка. Вот это все весит добрый килограмм, если не больше. Спасибо большое подписчику, который это все прислал. А пока я еду, ну точнее стою в пробке, я просто буду жалеть о том, что я не на велосипеде. Обещают просто дожди целый день, уже два дня идет дождь. И сейчас как бы дороги сырые. Но, блин, я чувствую, что если дождь не пойдет, я буду очень сильно кусать локти за то, что я не поехал на велосипеде. С другой стороны, нет, не буду, потому что мне сегодня надо раму отвозить на покраску, а без машины я бы это не сделал. Хорошо, что вспомнил. Вот так проходит утро, если ты едешь не на велосипеде, а на машине на работу. Холодный капучино, это, конечно, вкусно. Он холодный не из-за брака, я заказываю холодный капучино. Но, блин, ты тупо постоянно стоишь в пробке. Снова иду в Лайс Сайкл, занесу имбрукс и поровняем раму. Привет! Пока мы все там просыпаемся, покажу вам вельчик, который стоит возле входа. Это старенький Гирини. И у него есть одна замечательная особенность. У него есть переключатели здесь, передняя перекидка и задняя перекидка. А есть еще вот такая вот штучка. Вы спросите, зачем она? Можете поставить видео на паузу и написать, зачем она. Потому что это интересно, на самом деле, кто догадается. Ну, а теперь раскрою вам секрет. Вот здесь установлена еще и двухскоростная планетарка. То есть, по факту, у нас есть и кассета, и планетарка. И это такое себе изящное решение, как понижающий ряд во внедорожниках. Вот заходит система сюда. С одной стороны маленькая цепочка. Вот это вот искусство раньше делали. Несмотря на то, что я позавтракал. Я же, вы помните, вам рассказывал, что это мастерская еще и кафе. И я от этого прусь. И вот сейчас я увидел свеженькие пирожные, которые пекут для них. Поэтому я закажу у вас пироженку. Но так как я позавтракал, чизкейки я, наверное, не осилю сейчас. Давай мне вот это, как это называется? Лимонная меренга. Блин, слюни текут. Вот организм какой. Ты позавтракал, причем я два раза уже позавтракал. Ты не голодный. Там ты понимаешь, что нет, не надо. А тут ты понимаешь, что я жрать хочу. И, кстати, чтобы вы не думали, это не дешманское. Прямо такое кафе. То есть, это по приколу прийти, посмотреть, что здесь есть, пообщаться. И при этом, при всем, здесь подают кофе вот в таких мятых стаканчиках. На самом деле, очень круто. Надо себе домой такими отзавестись. Это не мятый стаканчик, если что. Но выглядит стильно. Блин, что мы будем все делать? Сделаем ее ровной. Постараемся, по крайней мере, насколько это возможно сделать ее ровной. Ролевой стакан, вот тот, и с дропаутами находились на одних плоскостях, параллельных к другим. Ты уже делал такое? Да, неоднократно. Как все интересно бывает. Когда мы первый раз мерили кривизну этой рамы, я познакомился вот с таким инструментом. И буквально через несколько дней мы с Васей уже снимали видео про то, на что обратить внимание при выборе боевого велосипеда. И там я тоже уже видел такой станок и чувствовал себя так. Я знаю, что это. Для сравнения седла постарался подобрать максимально классическое. Это не вентиляция. Ну, возможно, это и вентиляция. Но это больше как бы для, что ли... Эргономики. Эргономики. Назовем это так. А второе, это действительно факт, по поводу которого можно было догадаться. Дело в том, что у Брукса это длинная интересная история. Это фактически они седла изобрели. Это не я сейчас пытаюсь повторить оригинал для ХВЗ. Это они пытались повторить то, что было у Брукса. Соответственно, можно сказать, что мы еще больше оригиналиваем эту модель. Нет, на самом деле это не так. Но Брукс для комфорта я в любом случае здесь хочу видеть. Итак, берем веревочку, натягиваем ее через задние дропауты. И вот мы видим, что здесь зазор намного больше, чем здесь. И нам надо это все дело править. Я отклоняюсь все-таки к мысли, что изначально рама была такой. Мы сейчас даже чуть-чуть постараемся по факту исправить заводской брак. Я думаю, что это заводской брак. Почему? Потому что, когда мой папа увидел, как я взял на проект ХВЗ, он мне рассказал историю, из-за которой мне стало его жалко. Он говорит, когда-то давно я был маленьким, насобирал денег. И, а вы поймите, когда он был маленьким, тяжело было насобирать денег. И я знаю от бабушки еще эту историю, что он, даже когда ему на мороженое давали деньги, он не покупал, все обратно нес. Вообще, такие душесчипательные истории. И он говорит, насобирал денег на Украину, всю жизнь мечтал, это велосипед тоже такой. И говорит, она ему пришла новая, и уже была кривая настолько, что на ней ездить нельзя было. Вы представляете, вот расстройство пацана в те времена. Ее переваривали. Я себе взял сейчас зажранная скотина, бомбтрек. В путешествии пришлось заварить перо, и я уже не хочу на нем ездить. А тогда пришлось переварить, и он все равно катался. Но радует, что папа говорит, вот ты исполнил мечту моего детства, и я подарил ему сейчас прайд, старый рок-тур свой. Он на нем катается постоянно, очень круто. Поэтому, скорее всего, это заводской брак. Даже не брак, а допуски заводские. Да-да-да, то есть, типа, это вполне нормально. Мастер думает. Леша говорит, что больше времени уходит не на починку, исправление ошибок. Место, где ты хочешь минимально приложить усилий, чтобы минимально ее гнуть, но максимально выровнять. Это мы сейчас на практике демонстрируем, что значит 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Все, пришло время грубую силу применять. Видно, что рама у нас вот такая сейчас. То есть, нам надо сделать перья чуть сюда, весь треугольник. И, соответственно, должен зазор измениться вот там, по подсидельной трубе. Вот как мы ровняем. Такой у нас приборчик, он специально для этого сделан. То есть, есть несколько упоров. Мы берем опять же упор и вытягиваем все, что нам надо. Вот так, аккуратненько, поступательными движениями. Вот и моя масса пригодится. То, что я много ем, я теперь буду еще и зажимом служить для стенда. Очень по чуть-чуть вытягиваем, чтобы не перегнуть. То есть, мы сейчас перья вытянем и вроде по чуть-чуть сокращается этот зазор. Теперь я помогаю еще и силой. Давай! Здесь вот мы поднастроили сейчас, смотрим ноль почти. Ну вот, три точки есть. Да. И с такими же настройками идем на заднюю сторону. Здесь держим. Три точки есть. Три точки в ноль. У нас получилось, да, почти ровную геометрию. Ну, понятно, что до идеалов мы никак не доведем. Но вот на глаз я смотрю хорошо. Сейчас ниточками проверим. Да, нитки показывают, что зазоры у нас идентичны. Ну или, по крайней мере, очень близки к таковым. Мы сделали тест, который мало кто из велосипедов, особенно старых, пройдет вообще. Смотрите, натянули через задние дропауты, через каретку пропустили и на передний стакан. И смотрим, что расстояние везде одинаковое. В принципе, можно сказать, что для ХВЗ мы получили очень ровную раму. Теперь перейдем к соосности дропаутов. Устанавливаем специальный прибор. Так, задние у нас, вот, видим, что они соосные. Ну, понимаешь, они сами по себе кривые, поэтому... Я бы, конечно, поколотил сначала чуть-чуть так. Да, уже почти идеально. Вот это называется для ХВЗ идеально. Нет, это не идеально. На самом деле, можно еще ровнять. Просто, ну, сами дропауты кривые, я не пойму, что я ровняю. Я гну трубки или просто гну эти плоскости или нет. Сейчас ставим колесо еще, посмотрим. Вот, смотрим, колесо входит. Смотрим, что колесо стоит совершенно ровно. Здесь у нас все чуть-чуть похуже. Мастер, принимайтесь. Прошу применить грубую силу. Тут у нас тоже практически идеально. А для ХВЗ, мне кажется, даже лучше, чем с завода. Так, забираю фреймсет и крылья и еду на покраску. Спасибо, Олег. Увидимся уже в следующий раз. Надеюсь, будем собирать и нарезать каретку. Да, так и будет. Еду в DD Custom Bikes. Почему я еду в DD Custom Bikes? Дело в том, что мне написал, я так понимаю, основатель этой покрасочной велосипедов. Но даже до того, как он мне написал, я увидел у Йохана и у Стима, как они красили свои прайды. Мне очень понравилось, на самом деле, как они это сделали. И то, что мне написал в итоге человек из DD Custom Bikes, меня порадовало. И именно это, кстати, стало решающим толчком для того, чтобы сделать проект с ХВЗ. Я уже давно хотел, как я говорил, проект с классическим каким-то велосипедом. Но вот теперь все пазлы сошлись. И прямо сейчас везу ему фреймсет. Привет. Денис. Денис. Саша. Привет. Держи. Давай. Спасибо. Раз. Держи. Два. Я из одного антуража в другой перемещаюсь. Здесь, на самом деле, тоже классно. Куча всяких интересных ништяков. Давай начнем с того, что у тебя все не кустарно и ты красишь реально дорогие, я смотрю, велосипеды. Одна из последних работ очень интересная. Вот это покраска скота. Все-все рисуночки, которые здесь идут. Вот вилка. Это все полностью сделано вручную. Но фишка в том, что это мы подгоняли, это модель одного года, а мы ее подгоняли под современный. И адаптировали рисунок под новую модель. И вышло вообще нереально круто. Ну то есть он выглядит капец как эффектно. Но так же ты занимаешься и классическими велосипедами. Классические это первое основное, собственно. Сейчас покажу пример. Вот это орленок. Полностью мы его проваривали, пропаивали. И вот он в очень интересном цвете. Если сыграет на камерах. Такой металлик, да? Да, металлик. Но он разноцветный, переблескивает. Да я вижу, вижу, прикольно. В общем, безумно эффектный велик. На красных колесах оригинальных искал долгое время. Сейчас он, конечно, пыльный, но еще не сезон. Ну и я заметил, что там есть наклеечка ХВЗ. А тут висит старт шоссе, который ты еще не сделал, да? Да, это будет в работе. Это Москва 80 старт шоссе. Только приехал, я еще им не занимался. И вот касательно оригинальности надписей. Вот здесь вот идет, это еще заводские все. И сейчас покажу, какие мы делаем. Полностью оригинальная по размерам печать. И стараемся по цвету. Здесь она уже выгорела. Ну понятно, то есть вы восстанавливаете, каким он был. Да, и она полностью по размерам, по всему идет, по шрифтам. Ну, качество, понятное дело, уже лучше. Оно же современнее качество, поэтому получше. И еще одну штуку сейчас покажу. Если человек в Харькове находится, восстанавливает или делает новые значки абсолютно. Ого, прикольно. То есть это вообще жир, он их отдает вместе с заклепочками. И полностью становится как новый велосипед. То есть покрашенный и новый значок. И прям вообще. То есть мы наклеечки, люди переживали, я переживал, сможем восстановить практически в идеале. Абсолютно любые, да, делаются, все это вырисовывается. То есть здесь не особо, на данной раме не особо сложный. На двоей полностью это все будет перерисовываться, делаться по новой. То есть это все будет такое, как оно и должно быть. Ну и смотри, туристы были нескольких цветов, но мне в принципе нравится вот как раз этот цвет в металлике. И Анюточка, моя жена, говорит, что он красивый. Ей синий просто не нравится. И раз она говорит, что этот цвет красивый, то мне кажется, его есть смысл сохранить. Он реально крутой. Синий все-таки они молодцы. Но я сейчас покажу примеры более современного синего. Что там идет металлик, оно все передано вообще, короче, нереально круто. Это идет восстановление, оно больше для души, так сказать, будет велосипед. Он вообще будет в прокат идти, в такие ретро-прокаты. То есть это очень интересно для фотографий. И вот здесь вот идет вот очень красивый цвет. Он как бы черный, он джентльменский будет велосипед. Ну, вообще его концепт. Но очень красиво на раме старт-шоссе. Оно все такое тоненькое, элегантненькое. И он весь такой вот блестит. Вот черный идет с блестками красивым металлик. А тут у нас, собственно, место, где все красится. Внизу. Да, вот камера впереди, вот можно в нее зайти. Вот это прикольно. То есть здесь все правильно по свету сделано. Сзади вытяжка многих интересует, как это все вытягивается. И ты только велосипедами занимаешься? Только. Если мы возьмем, в пример, вот вилку, как основной, как базовый ее цвет, который нам надо, оттенок можно подогнать. Но мы сейчас увидим, насколько краски тех лет отличаются от наших современных. Это мы вот подбираем цвет из более современного. Ну, это чуть-чуть синее оттенок. Но видно, насколько он больше играет от имеющегося. Вот это, мне кажется, более на оригинале похожее. Да, да, ну я просто даже как примеры показываю. Вот, и они очень живые. Они настолько... Вот это прям почти как оригинал? Да, да. И у нас же, что он пескоструится будет, правильно? Да, это все будет пескоструиться. Действительно будет пескоструиться. Я хоть занимаюсь ручной очисткой, но железные взрослые рамы я пескострую, потому что ржавчина зачастую достаточно глубоко уходит и в очень таких скрытных местах. Вот туда, ну вот, соединение она уходит, куда очень сложно вручную зачистить. Вот там вот. Потому что если зачистить ее внешне, то потом через какое-то время где-то может она прострелять. Поэтому железной рамой очень советую пескоструить. В общем, все. Я пациента оставляю. Следующим делом это все дело пескоструиться на предприятии, поэтому, к сожалению, показать не сможем. Потом я вам покажу от пескоструйную раму, потом мы ее загрунтуем. Все, я погнал. Давай, спасибо. Все, всего хорошего тебе. Пока. Ну что ж, друзья, в этом видео мы выровняли раму и вилку, причем сделали это достаточно хорошо. По ХВЗшному, ручками своими. И отдали фреймсет и крылья на пескострую. В следующем видео я вам покажу, как все это дело красится. И потом мы уже будем делать сборку велосипеда. Мне кажется, получится пушка. Ставь лайк, подписывайся. Не забывай, что ссылки и на мастерскую, и на покрасочную есть в описании. Огромное спасибо ребятам за то, что помогают. Всем пока.